Милые женщины, о том, как любить в себя достойного мужчину, как подвести его к решению сделать вам предложение об этих и многих других женских стратегиях, вы узнаете в моих видео-выпусках «Как успешно выйти замуж». И сегодня выпуск второй. Для полного представления данной темы просмотрите выпуск номер один, где вы получите первые рекомендации о построении отношений, ведущих взаимной любви. Сегодня мы рассмотрим вопросы о том, почему мы выбираем тех, кто причиняет нам боли и страдания, комплекс Донжоана и искусство пикап, а также о том, как мужчины нас видят, слышат, понимают и воспринимают. Итак, в первом выпуске я призываю женщин перестать думать, нравится вам мужчины, которых вы вокруг себя организуете или нет. Поясню почему. Принято считать, что только крутые парни могут осчастливить нас, женщины. Поэтому стеснительных и скромных мужчин женщины чаще всего игнорируют, не догадываясь о том, что именно они являются теми достойными партнерами, которые способны осчастливить женщину и дать ей настоящую любовь. Поэтому, если вы устали от бесконечных романов и непостоянных отношений, рекомендую обратить внимание на тех, кто, на первый взгляд, может показаться малоинтересным или даже может быть скучным. Не торопитесь с выводами. А на вопрос, почему нам нравятся крутые парни, которые нам так часто причиняют боль и страдания в отношениях, поясню. Мы, женщины, выбираем мужчин тех, кто попадает в наше представление о том, каким должен быть настоящий мужчина. И этот образ формируется из любовных романов, которыми мы часто увлекаемся. И те, кто попадает в разряд настоящих мужчин, с теми нам безумно интересно. Именно они открывают нам двери в изысканный мир любви и романтики. С ними мы летаем и падаем. С ними мы познаем жизнь во всех ее проявлениях. И через страдания, которые они нам причиняют, формируется наша любовь и привязанность. Так мы и живем. Или с его редкими нашествиями, или с воспоминаниями о нем. То есть с легендой, вымыслом, оставаясь долгими годами просто в одиночестве. Должна вас предупредить, эти самые крутые парни, прекрасные партнеры. Но только для головокружительного секса и романтики. Не для семейной жизни. Супружеская жизнь им скучна. Они фактически и не женятся. А если и случается, то не ожидайте от них верности и постоянства. Для них жизнь – игра, любовь – средство. Они всегда остаются в роли Дон Жоана. Некоторым женщинам это нравится. Но и они к супружеской рутине не стремятся. Определитесь, что именно нужно вам. Красивая романтическая история любви или создание семьи. Сделайте свой выбор и действуйте. И если ваш выбор – выйти замуж, перестаньте искать в мужчинах недостатки. Дайте им шанс проявить себя. К счастью, женская психология обладает прекрасными свойствами приспосабливаться к изменениям. Сегодня он мне не нравится, а завтра все может быть. Итак, организуйте вокруг себя мужчин, которые начнут за вами ухаживать. Поместите их в категорию «Друзья», не более. И на этой чудесной платформе оставайтесь с ними как можно дольше. И позже вы узнаете почему. А сегодня наша основная задача – понять, как правильно подать себя на рынок потенциальных невест. Итак, искусство знакомиться или пикап. Слишком активные действия со стороны девушки или женщины настораживают мужчин. Например, если вы делаете попытку познакомиться, не скрывая своего намерения, он может подумать, что вы женщина легкого поведения. Таких женщин мужчины всерьез не воспринимают. Или относят их в категорию своих любовных развлечений. И еще. Вам не следует делать вид, что вы свободны и не знаете, чем себя занять. Это выглядит так, будто вы ищете каких-то приключений или просто хотите его разыграть. Мужчины не любят чувствовать себя одураченными, поэтому они всячески будут избегать знакомства с женщинами такого поведения. Для того, чтобы вы чувствовали себя уверенной в момент знакомства, рекомендую вам приобрести несколько навыков пикапа, которые вы сегодня с легкостью можете получить из интернета. Приведу один пример. Вы ищете какой-то магазинчик в определенном районе. Возникает вопрос, где он может быть расположен. Как известно, сегодня районы больших городов стремительно застраиваются и меняются. И вполне вероятно, вы могли заблудиться. Не бойтесь выглядеть растерянной или расстроенной. Мужчины стремятся прийти на помощь женщине, которая выглядит растерянной, а если она еще при этом и привлекательная, о, да вам просто цены нет. Но, а если вы из числа тех, кто не может себе позволить выглядеть беспомощной и слабой, и привыкли держать себя всегда на высоте, гордо и независимо, знайте, такое поведение, как правило, отпугивает мужчин. Расслабьтесь, посмотрите на мужчину в полоборота, не прямым, а мягким взглядом, как бы из-под ресниц. Спросите, вы не подскажете, куда мог подеваться книжный магазинчик? Какой книжный? Тут отроду книжных магазинов не было, скажет он. Ну как же, я была здесь лет пять назад и книжку покупала по йоге, а теперь... А может быть, я район перепутала? И театральная пауза. Держите паузу, насколько можно. Настоящий мужчина позаботится о том, чтобы помочь вам найти выход из сложившейся ситуации. А вы, как бы, продолжая, вы в этом райончике давно живете? Если знакомство не получается, не настаивайте, он или женат, или у него есть любимая женщина, которой он дорожит. А если он свободен, то при подобных обстоятельствах он и сам захочет познакомиться. На что ваше дело только реагировать. Конечно, многие мужчины, столбенеют в подобной ситуации. Язык у них к небу примерзает и руки деревенеют. Если вы видите, с ним подобное случилось, помогите ему прийти с себя, пошутите над обстоятельствами или над собой. Он и растает. Когда подойдет момент обменяться телефончиками, обязательно произнесите, что вы обычно незнакомцам телефон не даете. Итак, слово за слово помните, мужчины обожают, когда женщины оказывают легкое сопротивление и проявляют осторожность в отношениях. Он будет думать, о какая, не как другие, а та, которая не как другие, несомненно, подразумевается, значит, моей будет. То есть, искусство познакомиться или пикап вы с легкостью найдете в интернете. Там подобной информации много. Ищите то, что более всего подходит вам и то, в какой роли вы будете чувствовать себя комфортно. Только не используйте одни и те же приемы на всех мужчин. Может так случиться, что они все станут вашими поклонниками, а позже друг от друга узнают, как вы познакомились. Ваш прием будет разоблачен и растолкован неверно. Далее. Найдите разные средства знакомств. Например, работать в магазинчике мужской одежды или в банке, где обслуживаются клиенты. Или найдите форум рыбаков, где вы можете начать искренне интересоваться рыбалкой. А может, зайдите на форум болельщиков по футболу, где можно найти огромное количество мужчин, которые, по сути, и не умеют знакомиться. А вы тут к ним с вопросиком, какие преимущества у итальянцев в этом сезоне. Спасибо интернету! Сегодняшние возможности позволяют охватить большой рынок свободных мужчин, в том числе и зарубежных. Итак, обладев несколькими приемами пикапа и помня о технике безопасности. Пришло время создать себе образ женщины, которой хотят владеть многие мужчины. Каким будет этот образ? Сексуальная, романтичная или женщина-вамп? Попробуйте ответить на эти вопросы сами, а в следующем выпуске я расскажу об этом подробнее, и вы сможете сравнить свои предположения. Подведем итоги сегодняшнему уроку. Помните, ваша задача сегодня познакомиться и собрать вокруг себя мужчин, из которых позже вы будете выбирать себе лучшего. Оставайтесь с ними в дружеских отношениях как можно дольше. Это будет благоприятным началом для достижения конечной цели успешно выйти замуж. А в следующем видео выпуске «Как успешно выйти замуж» мы поговорим о том, как сексуальные отношения разрушают любовь на первых этапах ее формирования. Становитесь подписчиками на YouTube или высылайте мне на Facebook запрос «Добавить вас в друзья». Я с удовольствием приму ваши предложения и тогда вы точно ничего не пропустите. Спасибо вам за проявленный интерес к моему видеоролику и ко мне как психологу в частности. буду рада ответить на ваши вопросы. Удачи вам, милые женщины! С вами была Елена Антонович! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова